В эфире новости Анапа Регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте! Итак, смотрите сегодня выпуски. В новогоднюю ночь у нас будут автобусы ходить по городским маршрутам до окончания городских праздничных мероприятий. Не пропустите самое интересное. Праздничная программа и график работы общественного транспорта в новогоднюю ночь. Что Анапскому району довелось сделать за 2018 год? Казачьему роду нет переводу. Итоги уходящего года подвели в районном казачьем обществе. Все равно получается один на другой не похож. Новогодний хендмейт. Анапские рукодельницы создают уникальные елочные игрушки и украшения из пряжи, картона и даже засушенных трав. И делятся секретами мастерства. К Новому году достойный подарок. Для жителей улицы Маяковского уходящий год преподнес настоящий сюрприз. Здесь торжественно открыли практически полностью обновленный двор с детской спортивной площадкой, тренажерами и зоной отдыха. Все это стало возможно благодаря реализации на территории Анапы программы формирования комфортной городской среды. Напомню, что в этом году было благоустроено 6 дворовых и одна общественная территория. Это более 40 тысяч квадратных метров. Общая сумма вложений составила более 60 миллионов рублей. Поздравить жителей с этим знаменательным событием прибыли сотрудники городской администрации, депутаты и самый главный герой предстоящего праздника Дед Мороз. Подробности в материале нашего корреспондента. Торжественное перерезание ленточки – долгожданный момент. Этот двор дома номер 80 по улице Маяковского попал в программу формирования комфортной городской среды. За два с половиной месяца территория преобразилась. Новая спортивная площадка с тренажерами, игровая площадка и зона отдыха. Здесь установили скамейки и урны. Сделали озеленение. Мои ощущения шикарны. Я с внучкой пришла, и у нас глаза у обоих горят буквально. В Анапе очень, кстати, хорошее состояние. Город, так скажем, именно для детей. Много новых площадок. Вот, например, откуда мы приехали, мы сами не местные, из Ульяновска, да, там очень и очень плохо все с этим. Благодарности и почетные грамоты всем тем, кто помогал в реализации этого проекта. Общественники и просто неравнодушные жители принимали участие в проектировании, а потом контролировали сам ход работ. Но основная нагрузка легла на работников городского управления жилищно-коммунального хозяйства. У нас были моменты сложности с каждым двором. Он получался у нас как бы индивидуальный. Где-то мы даже уже за свой счет что-то делали, добавляли тротуары, дороги. В этом году в Анапе прошло беспрецедентное по своим объемам благоустройство дворов. В рамках реализации федеральной программы привели в порядок более 40 тысяч квадратных метров. Сделать Анапу комфортной для отдыхающих и уютной для жителей задача, поставленная главой курорта. И уже сегодня видны результаты ее выполнения. Конечно, нам хотелось поблагодарить и строителей, и людей, которые принимали в этом участие. Конечно, главу города, который на контроле держал это все. В этот день во дворе по улице Маяковского торжественное открытие превратилось в большой веселый праздник. Для детей была организована развлекательная программа. Ребята вместе со взрослыми водили хороводы, пели песни и читали стихи. А в завершении праздника каждый маленький житель получил от Деда Мороза сладкий подарок. Никита Бойко, Руслан Душевский, Анапа-регион. Районное казачье общество подвело итоги уходящего года среди первичных общин. Почему он стал одним из ключевых в становлении анапского казачества в нашем сюжете? В казачьих рядах пополнение. В этом году в ряды анапского районного казачьего общества вступило почти 200 человек. Сейчас на службе более 2,5 тысяч казаков. Совместная работа с полицией тоже приносит свои результаты. Было выявлено 29 преступлений и почти 5 тысяч административных правонарушений. И это только небольшая часть работы. Самое большое событие – это создание Всероссийского казачьего войска. Съезд проходил в Москве в ноябре месяце. Что Анапскому району довелось сделать за 2018 год? Это много. Это охрана общественного порядка, охрана государственной границы. Это создание более 70 казачьих классов. У нас сегодня 2,5 тысячи детей учатся в казачьих классах. Это охрана лесов, это охрана биоресурсов. Скажем так, что мы продолжаем идти вперед. Почетными грамотами и ценными подарками были награждены казаки, которые внесли особый вклад в работы дружины в этом году. Отдельно были отмечены учителя казачьих классов. Сейчас в Анапе одна казачья школа, 72 класса и 33 группы казачьей направленности. Татьяна Глухова посвятила этому 9 лет. Для нее это уже не просто работа, а смысл жизни. В Краснодарском крае наше Анапское районное казачье общество отличается более высоким уровнем подготовки казачьей молодежи. Это мероприятие, это успеваемость, это сотрудничество с казачеством, с церковью, с учителями и родителями. По итогам служебной деятельности за 2018 год определились победители первичных казачьих обществ. На третьем месте Алексеевское хуторское общество и усатого балка. На втором – казаки станица Анапская. Первое место и переходящий приз у субсехского общества. В завершении собрания атаман Валерий Плотников поздравил всех с наступающим Новым годом. Хочется от всей души поздравить жителей города-курорта Анапа, гостей города-курорта, конечно же, казаков и казачек, и, конечно же, казачат с наступающими нашими хорошими, добрыми праздниками. Это Новым годом и Рождеством Крестовым. Пожелать всем, самое главное – это здоровья, это казачьи удачи, это бодрости духа, всего-всего самого хорошего в семье наших жителей города-курорта. Счастье полилось огромнейшей рекой. Руслан Душевский, Анапа-регион. Желтый кабан – символ 2019 года по китайскому календарю. По народным поверьям, игрушки и украшения в виде свиньи принесут удачу и благополучие. Кто-то наряжает елку желтыми шарами и гирляндами, а анапская рукодельница Лариса Виноградова сама вяжет сувениры в виде забавных хрюшек. Самый первый поросенок оказался самым сложным в исполнении. Свинка, одетая в брюки на подтяжках, связана крючком. Внутренняя часть набивается синтепоном. Игрушка легко стирается и не теряет своей формы. А эти маленькие хрюши – упрощенная версия. Лариса Виноградова – постоянный участник различных конкурсов. На одной из выставок ей подсказали идею – делать не только розовых поросят, но и экспериментировать с цветами. Так и появился первый желтый поросенок – символ 2019 года. Вот каждый с душой вяжешь, но каждый по-разному. Вот не туда глазки нанес, не туда носик, вот не туда, получается, ушки. Одни подальше, другие поближе. И у каждого получается разный характер. Все равно получается один на другой не похожий. Они по величине не похожи, но все равно характеры у них все разные. Вот один вот такой, один вроде бы миленький, а другой как грубоватый. Лариса Александровна занимается творчеством с самого детства. Очередное хобби захватило ее чуть больше года назад. Фитопанно – картина из сушеных полевых трав и цветов. Каждое растение имеет свой запах и обладает полезными свойствами. Например, полы не избавит дома от вредных насекомых, а запах ромашки успокаивает головную боль. Панно Лариса Виноградова создает на ткацком станке. Даже зимой в ее доме царит весенняя атмосфера. Очень занимательно, во-первых, очень успокаивающе. А когда еще и нравится, с такой любовью, с таким вот это все поднимаю. Вот она у меня прижалась вот таким вот путем. Я вот немножко еще поправить могу. И снова начинаю перехватывать вот это вот откачеством, джутом. Как говорит рукодельница, она перепробовала почти все техники. Мебель в доме украшена вязаными пледами. На каждой стене можно увидеть вышитые нитками и бисером картины. Туристы с удовольствием покупают сувениры в подарок. Иногда Лариса Александровна отправляет им поделки по почте. По словам рукодельницы, в каждую поделку она вкладывает душу. Так сувениры для многих становятся талисманами. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Не только вязаные желтые хрюшки могут стать украшением дома в новогодние праздники. Декоративные елки, простые в исполнении и оригинальные сувениры. Созданием уникальных рождественских украшений занимается наобчанка Надежда Оленюк. Пенсионерка поделилась с нами, как подготовить дом к Новому году и сделать для близких эксклюзивные подарки. Такую зеленую красавицу можно сделать буквально за пару часов. Сувенир несложный. Все, что понадобится для его изготовления – картонные заготовки, деревянные палочки и бумага для оформления. Берем несколько картоночек, между собой склеиваем, вставляем палочку, обязательно палочку обматываем, можно бумагой, можно вот такой вот ленточкой. То есть, ну, не видно, что это палочки будет. Это лента специальная для цветов, для рукоделия. Ну, кто этим занимается, знает, кто не занимается, можно спросить. Но вообще можно и бумагой завернуть. То есть, если для деток, обыкновенная бумага для творчества. Если мы решили елку сделать зеленой, то, чтобы не просвечивало, мы берем и обматываем зеленой бумажечкой для творчества. Готовую елочку нужно поставить в чашку и закрепить с помощью клея или пластилина. Декорировать ее можно чем угодно – пайетками, гирляндами и даже сшить новогодний наряд из ткани. Своими руками можно сделать игрушки и для настоящей елки. Второй такой хрюшки-снегурочки нет ни в одном доме. На ее создание уйдет два дня. Обычную тканевую игрушку нужно загрунтовать и раскрасить. Последний этап – закрепление лаком. По словам Надежды Ивановны, сувенир прослужит долгие годы. А эти шарики из пенопласта почти не отличишь от магазинных украшений. Для их создания нужна лишь круглая основа и капля фантазии. Не забудьте о подарках для друзей. Набитые синтепоном сердечки, сделанные с любовью – отличный сувенир на любой праздник. Во-первых, можно на елку также повесить, потому что это праздничное. Во-вторых, это на любой праздник можно. На 8 марта можно. То есть это уже украшение немножечко другое. Приятно подарить. Можно ее сделать с кармашком и положить туда пожелания, шоколадку. Куклы, декупаж, вышивка. По словам Надежды Оленюк, она перепробовала почти все техники. Рукоделием начала заниматься на пенсии. С удовольствием дает мастер-классы. Как считает Надежда Ивановна, весь дом можно украсить сувенирами, созданными своими руками. Нужно лишь прислушиваться к фантазии и не бояться новых идей. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапрегион. Как не пропустить в новогоднюю ночь все самое интересное? Подробная программа праздничных мероприятий на нашем сайте anaparegion.ru Шоу-программу «Лучший праздник Новый год» можно будет увидеть на Театральной площади 30 декабря в 17.00. А в ночь с 31 декабря на 1 января праздничное театрализованное шоу-программа «Новый год. Когда сбываются мечты» даст старт гуляниям самого главного праздника года с 23 часов. В час ночи запланировано поздравление главы Анапы на сцене Театральной площади. И затем праздничный фейерверк. Более подробно обо всех мероприятиях можно узнать на нашем сайте anaparegion.ru Анапы любят праздники. Множество горожан допоздна будут гулять по улицам в Новый год. Но как потом добраться до дома? Особенно это беспокоит тех, кто живет в отдаленных районах города. Городская администрация и транспортная компания уверена, что решат эту проблему. Тем, кто захочет погулять по праздничной Анапе подольше, не стоит спешить. Они успеют на автобус. Пассажиры смогут добраться до дома в праздники, на автобусы будут ходить по особому, увеличенному по времени расписанию. В новогоднюю ночь у нас будут автобусы ходить по городским маршрутам до окончания городских праздничных мероприятий. То есть до 3 часов ночи. В рождественские праздники 6 на 7 будет до 12 ночи. Но просим не забывать, что и в праздники нужно быть внимательным на дорогах и в транспорте. Относиться друг к другу доброжелательно и вежливо. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Ну а каким был этот год, какими делами и проектами запомнился, об этом в нашем фильме «Анапа на новом рубеже». Я с вами прощаюсь. Всего самого доброго вам в наступающем новом году. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Вертикальный солярий и инфракрасная сауна. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент для женщин всего от 800 рублей. «Витязь». «Анапа». Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Абонемент для женщин «Витязь».